Здравствуйте, коллеги! Рядом со мной Анастасия Сорокаумова, компания Озон. Здравствуйте! Добрый день! Анастасия, только что была сессия интересная, много было дискуссий, хочется вашего впечатления. Я эту вообще сессию люблю больше всех. И в целом это мероприятие, оно мне больше всех откликается. Потому что оно, во-первых, масштабное. Чем больше людей, тем больше мнений, и тем большему кругу лиц ты можешь донести то, что ты хочешь донести. Вот больше людей, больше мнений. Так ли это было? Или, в принципе, все ваши коллеги, кто участвовали в этой сессии, смотрели в одну сторону и говорили примерно одни и те же вещи? Или были какие-то диаметрально противоположные мнения? Из того, что мне удалось услышать, в целом все в одном направлении сейчас мыслят. То есть невозможно сейчас построить какие-то грандиозные планы на будущее, на год, два, три. А может быть, это и не имеет смысла. И все сейчас думают в пользу эффективности. Это прямо вот как такое слово, красное, подчеркнутое, двумя линиями было практически во всех выступлениях. В общем, не время бежать, отрывая обе ноги. Нужно делать маленькие шаги для того, чтобы быть твердо на земле. Ну, как я говорю и говорила всегда, время посмотреть под ноги. Там огромные деньги с точки зрения эффективности. Это правда. Замечательно. Расскажите, наверное, о каких-то интересных решениях, которые были на этой сессии. Может быть, были какие-то споры, которые рождали какую-то истину. Смотрите, я могу рассказать как раз то решение, где я как эксперт выступаю. Меня пригласили туда как эксперта. Это была идея уберизации. И сейчас эта идея постепенно превращается в продукт. Причем она создана была не каким-то одним лицом, не отдельным ритейлером или отдельным поставщиком. Это была инициативная группа как раз экспертов, профессионалов, тех коллег, которые полностью составляли всю цепочку поставок, то есть поставщики, перевозчики, ритейлеры, которые как раз и обсуждали шеринг ресурсами, шеринг транспортом, шеринг складскими мощностями. Вот сейчас эта идея постепенно превращается в инструмент, в платформу. И, на мой взгляд, за этим будущее. Потому что в условиях после 24 февраля мы как раз должны быть что-либо более открытыми. Во-первых, это уже не для кого много информации, не для кого не секрет. А второе, все-таки стандартными решениями косты уже не сократить. И мне кажется, как раз таки за уберизацией очень крутое будущее. Потому что так или иначе нам придется объединяться. Уже есть некие механизмы, насколько я понимаю, уберизацию. Это получается, у вас есть, например, огромные складские помещения, которые простаивают. При этом есть ваш партнер, у которого есть избыток товара, который хочет его где-то хранить, при этом не имея уже свободных площадей. И это поможет всем игрокам рынка решить свои проблемы. И тем самым помогает друг другу выйти в плюс всем. Ключевая идея, да. Но только начнем мы пока не со складских площадей. Мы начнем с уберизации транспорта. Это сейчас очень актуально. И оно актуально на самом деле уже там минимум года два. Мы живем все практически в условиях дефицита транспорта. А тратить денег очень много никто на него не хочет. Поэтому идея, да, но в глобальном смысле слова мы хотим не просто шерить транспорт. Мы хотим платформу под ключ. Клиент просто вносит заказ. Дальше платформа все делает сама. Она подбирает оптимальный маршрут, подбирает оптимального перевозчика. Если у тебя нет контракта с этим перевозчиком, она берет на себя функцию проверки надежности этого перевозчика. Службам безопасности поставщиков или ритейлеров не нужно тратить время на то, чтобы проверить контрагента. За вас это сделает система. Вот в этом ее крутизна, на мой взгляд, и вкусность, как я уже там сказала на сессии. Мы говорим об этой идее как о теоретической, которая нас приведет в светлое будущее, либо уже есть шаги в реализации. Смотрите, мы уже обсудили на самом деле первые приоритеты. Мы уже обсудили, что должно быть в MVP. Уже есть участники, которые будут в пилоте как раз-таки тестировать. Уже начался, если не ошибаюсь, старт разработки уже есть. И хотим в этом году все-таки, ближе, наверное, к концу уже потестить. Ну, то есть это не просто уже идея. Это уже идея с понятным MVP, с понятными требованиями. Мы начинаем не прямо в глобальном смысле с шерингом. Мы начнем с консолидации, как я и говорила в своем выступлении. Потому что это база, по сути. А дальше на эту платформу будем прикручивать дополнительный функционал, который уже можно будет назвать шерингом в прямом смысле этого слова. Замечательно. Выглядит, как будто есть потрясающая идея, которая поможет всему рынку, а это очень хорошо. Расскажите, может быть, еще пару слов всем игрокам рынка, какие-то напутственные слова от вас. У меня, наверное, два таких напутствия. Первое, я его тоже говорила в своем выступлении, хватит быть закрытыми. Те, кто были очень закрыты, время вот пришло как раз, у них возможностей других нет. Они развиваться не будут, если они будут сидеть сами в себе и не идти в какие-то проекты. А потом жалеть, потому что лучше ты зайдешь в самом начале, дашь свою экспертизу, дашь свой опыт и получишь что-то более подходящее тебе. Инструмент, платформа, продукт, не важно, проект. Чем ты зайдешь уже в конце и будет сложно потом адаптироваться. А второе, это все-таки про людей. У меня был очень крутой челлендж, когда я переходила в Азон Фрэш, и я тоже об этом рассказывала. Мы все привыкли людей набирать с опытом. Вот нам нужен, не знаю, опыт в ритейле, опыт в Якоме. А люди, которые с чистым сознанием и без опыта, они могут привнести гораздо больше. У них нет заширенности, у них нет границ, нет ограничений. Они гораздо круче, они гораздо больше добавленной стоимости принесут бизнесу. Вот в моем челлендже произошло именно так, и теперь я прям вот за это топлю. Многие спикеры говорили, что сейчас нужно забыть то, что вы знали, и переучиваться. Как мы знаем, переучиваться гораздо сложнее, чем учиться. Поэтому дорогу молодым, дорогу людям неопытным, которые могут сразу делать так, как нужно сейчас. Да, я полностью поддерживаю. Спасибо большое за интересное общение. Спасибо.